МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу новости Сургут-24 в студии Дмитрий Круковец. Здравствуйте. Вначале о главных событиях. Работа на опережение. В Югре создан обсервационный центр для тех, кто контактировал с коронавирусными больными. Паника или необходимость из-за угрозы коронавируса школы и вузы на карантине, массовые мероприятия под запретом в магазинах ажиотаж. И сказано, сделано. Глава Сургута проверил, как убирают от снега городские дворы. Ни одного подтвержденного случая коронавируса нет, но правительство работает на опережение и предупреждение. Власти Югры организовали обсервацию для тех, кто контактировал с коронавирусными больными. Ею стал санаторий Юган, который находится на 17-м километре дороги Нефтьюганск-Тундрина. Учреждение готово принять пациентов под наблюдением с 19 марта. Однако вполне возможно, ни одного человека в Югане не появится. Наша съемочная группа побывала в санатории. Директор и главный инфекционист региона показали журналистам, как будет организовано пребывание здесь людей. Слово Дарья Давыдовой. Правительство региона приняло решение об организации обсервации загодя. Сейчас в Югре нет ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавирусной инфекции. Однако современный мир Мобилины может случиться так, что с кем-то, у кого COVID-19, люди окажутся в контакте. Санаторий Юган стоит в отдалении от населенных пунктов. Он просторный, комфортный, оперативный. Разместиться здесь, в трех корпусах, смогут 216 человек. На стенах Дезары, в тумбочках средства личной гигиены, отдельные зубные щетки, мыло и так далее. Этот корпус уже полностью готов к приему тех, кто контактировал с коронавирусными больными. Кровати пока не застилают, потому что не знают точно, сколько будут жить здесь человек и будут жить ли вообще. По одному, по двое заселять. Санаторий Юган не будут, потому что придется закрывать весь корпус на карантин только группами. Поэтому необходимости в том, чтобы изолировать людей в Югане, может и не возникнуть. Если это отдельные случаи, то жителей будут самоизолировать в их квартирах. Здесь же продумано все, вплоть до подачи пищи. Сейчас решают вопрос об утилизации отходов и канализации. Важно, чтобы в случае необходимости пребывание людей здесь было максимально комфортным, подчеркивает директор санатория Нина Горецкая, а еще безопасным. Если в Юган привезут хотя бы одного постояльца, в учреждении сразу же появится Нацгвардия ради охраны. Сейчас же пребывание тех, кто купил путевки, пришлось прервать. Мы должны быть готовы и не должны своих людей выпускать через окна. То есть санаторий Юган, я говорю, как, это, понимаете, как, ребята, это правительственная идет работа. Это мы работаем на опережение. Мы не должны допустить до того, что то, что получилось у нас в Липецке. Понимаете? Санаторий Юган оперативно дооснастили приборами для дезинфекции, закупили антисептики, маски, специальные защитные костюмы для медицинского персонала. Пока инвентарь ждет своего часа, но нам дали примерить один из защитных костюмов. Мы находимся в комнате дежурной медсестры. И нам дали примерить многоразовые костюмы для медицинского персонала. Они индивидуальны, все они обрабатываются. Выглядит он вот так вот. Надеваются они, кстати, под четкой инструкцией строгой последовательности. Сначала такой комбинезон, а затем вот эта вот маска. В случае необходимости на объекте будут работать до 50 человек медперсонала. Их количество будет зависеть от числа изолированных. Кстати, карантинные меры на врачей и медсестер тоже распространяются. Они будут постоянно проживать в санатории, также сдавать анализы. Медицинские работники будут работать в две смены. То есть круглосуточно будет установлено наблюдение за контактными. Будет работать два врача. Для врача-терапевта это допускается, потому что это не больные люди. Департамент здравоохранения Югры разработал план-график на случай, если у кого-то из контактных проявятся симптомы коронавируса. Во-первых, он незамедлительно будет помещен в специальный изолятор. Там человек дожидается приезда скорой помощи. Бригада госпитализирует пациента в одно из двух медучреждений. Схема маршрутизации. Здесь была принята департаментом здравоохранения, что это две больницы. Нефтеюганская больница имени Яцкиф, куда будут госпитализироваться легкие и средне-тяжелые формы. И тяжелые формы – это инфекционный стационар Сургутской окружной клинической больницы. Лучше быть готовыми ко всему. Тем не менее, сегодня в Югре нет ни одного официально подтвержденного случая коронавируса. Согласно данным Роспотребнадзора, под наблюдением находятся 73 человека. Сейчас в регионе создан оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19. Возглавляет его губернатор Наталья Комарова. Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Сургут Интерновости. Нефтеюганский район. Свой обсервационный центр тем временем готовят и власти Сургута. Его планируют организовать на базе отдыха Олимпия между поселками Барсово и Солнечным. Сейчас там завершается подготовка. Работают специалисты управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города. И сотрудники Роспотребнадзора. В том случае, если возникнет необходимость, люди, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией, могут быть помещены на карантин именно в это учреждение. «Подъезжает автобус, людей выводим и заводим в здание. В этом здании, у нас здесь на территории расположено два таких здания. Одно здание 55, второе здание 75, где в течение 14 дней будут находиться контактные, которые контактировали с больным коронавирусом. А обслуживающий персонал будет находиться в Сибирском регионе. Люди, которые сюда зайдут, они в течение 14 дней отсюда не выходят вообще». В ближайшие дни закупят одежду для потенциальных постояльцев учреждения, разработают систему питания. На следующей неделе власти города проведут тренировку по отработке всех действий функционирования обсервации. Накануне на заседании санитарно-противоэпидемического совета рассмотрели вопрос о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда мэрии. Сумма пока не называется. Представители Роспотребнадзора Сургута от комментариев отказались. «Я своими глазами хочу убедиться, как эти здания подходят под те требования, которые Олег Владимирович говорил. И, соответственно, вариант, который мы рассматриваем, это резервный вариант, и он имеет право на жизнь. Поэтому мы должны быть готовыми в любом случае». Все необходимые ресурсы есть. Специалисты инфекционного отделения Сургутской окружной клинической больницы рассказали о готовности учреждения к приему пациентов с подтвержденным коронавирусом, если такие случаи будут. Людей разместят в специальные мельцеровские боксы. Это полностью обособленные палаты с отдельным подъездом с улицы и санитарной зоной. Передача пищи для пациентов происходит через специальное окно на одноразовой посуде. В состав бокса также входит шлюз, который разделяет комнату и общий коридор отделения. Мест в таких палатах хватит на 30 человек. Также в СОКБ есть боксированные палаты. От мельцеровских они отличаются отсутствием подъезда с улицы. Всего инфекционное отделение Сургутской окружной окружной клинической больницы рассчитано на 150 пациентов. В каждых муниципальных образованиях есть планы перепрофилирования отделения. То есть коечный фонд он может быть увеличен. На базе Сургутской окружной клинической больницы по плану перепрофилирования дополнительно может развернуть 100 коек. На сегодняшний день ни одного подтвержденного случая коронавируса в Югре не выявлено. Сейчас в инфекционном отделении находятся три человека с подозрением на это заболевание. У них уже взяли все необходимые анализы. Двое недавно вернулись из Арабских Эмиратов, один из Италии. У всех симптомы ОРВИ выпишут пациентов только после трех отрицательных результатов анализа. Все то, что необходимо предпринять, на первых этапах все есть для этого. Поэтому еще раз хочу заверить горожан, что мы принимаем все меры для того, чтобы обеспечить вот эту безопасность от заражения коронавирусом. Студенты Сургу будут обучаться в режиме онлайн. На дистанционную форму 8 тысяч студентов переходят с 19 марта по 12 апреля. Соответствующий документ написало руководство университета на основании приказа окружного правительства о карантине в образовательных учреждениях. В Сургу отмечают, что образовательный процесс прерывать не придется. Университет в этот период будет реализовывать программы с применением электронной информационно-образовательной среды. Такая практика для преподавателей и студентов не нова. К слову, есть опыты дистанционного проведения государственного экзамена и защиты выпускных квалификационных работ. Но университете надеются, что делать этого не придется. Вообще существует процедура сдачи государственных логовых испытаний, экзамена и защиты выпускных квалификационных работ с применением дистанционных образовательных технологий. Эта процедура называется прокторингом, когда и обучающиеся, и организации должны быть обеспечены определенными техническими средствами и провести данную процедуру. Уйдут на каникулы раньше из-за усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях. В соответствии с приказом Департамента образования, молодежной политики и игры, школьники Сургутского района выйдут на каникулярный отдых с 19 по 29 марта. Сроки перенесли на три дня. С 30 марта по 12 апреля ученики будут получать образование дистанционно. Занятия в такой форме организуют во всех учреждениях общего и дополнительного образования. Учителей к переходу на дистанционный режим начнут готовить уже в понедельник. Для них организуют консультации по использованию цифровых образовательных платформ. Данный ресурс предполагает комплекс уроков для детей первых 11 классов, которые содержат теоретические параметры, содержат практические упражнения. Если это блок естественно-научных дисциплин, то, соответственно, это лабораторные практические занятия. Это видеоуроки, где проводятся различные опыты и наблюдения. По итогам изучения материала сформирован блок диагностических инструментов, то есть для того, чтобы проверить знания ребенка, и блок контрольных работ. В случае, если у ученика нет возможности пользоваться онлайн-сервисом, то выполненные задания можно будет отправлять учителю по электронной почте. Что касается основного этапа единого государственного экзамена, то на сегодняшний день сроки его проведения пока не изменяли. Перенесли досрочный период по всей стране, однако точной даты еще не называли. Детские сады Сургутского района будут работать в прежнем режиме. По словам директора Департамента образования и молодежной политики муниципалитета, для дошкольных учреждений прописаны дополнительные меры профилактики, например, дезинфекция помещений. Добавлю, что в Сургуте детские сады тоже продолжат работу. Сургутяна хватило продовольственная паника. Посреди недели в крупных гипермаркетах ажиотаж. Длинные очереди на кассах в рядах между полками с крупами не протолкнутся. Несмотря на заявления чиновников о том, что дефицита на прилавках не будет, в Минсельхозе регионам поручили создать запасы товаров на два месяца. Торговые сети наращивают объемы поставок. В Сургуте ожидают, что нивелировать последствия внезапно возникшего интереса жителей к макаронам, крупам, муке, сахару и консервам удастся в течение нескольких дней. Тотальный диктант переносится на осень. Такое решение приняли организаторы международной акции в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению коронавируса. Кроме того, переносят и очные курсы по подготовке к мероприятию, по проверке грамотности. Впрочем, повышать свой уровень русского языка сургутяне все же смогут. На официальном сайте акции totaldict.ru организованы онлайн-курсы по орфографии и пунктуации. В штабе мероприятия отмечают, что тотальный диктант проводится ежегодно в апреле уже 16-й раз. О том, когда состоится проверка грамотности в 2020-м, сообщат дополнительно. Международная акция по проверке грамотности «Тотальный диктант» пройдет в октябре, а его дате будет объявлена совсем скоро, уже 25 марта. Вместе с тем, во всех библиотеках города отменены массовые мероприятия. Одну из них – «Всероссийскую неделю детской и юношеской книги» тоже хотели провести в марте. Кроме того, под запретом экскурсии мероприятия в рамках традиционного клубного воскресенья. Событий не будет до особого распоряжения, но, несмотря на это, сургутяне посещать библиотеки все же могут. С 14 марта все городские библиотеки приостанавливают проведение массовых мероприятий до особого распоряжения. Но библиотеки продолжают работать, то есть любой желающий может прийти, сдать книгу, взять книгу, согласно соответствии с графиком работы в каждой библиотеке. Волейболисты клуба «Газпром-Югра» отказались от продолжения борьбы за выход в финал. Чемпионата России объявили о том, что не полетят в Москву на ответный матч серии плей-офф против «Динамо». Такое решение приняли, исходя из складывающейся ситуации с распространением коронавируса в столице. Таким образом, сургутские спортсмены завершили выступление в текущем сезоне. В первой игре плей-офф «Газпром-Югра» на своей площадке уступил «Белоголубым» с результатом 1-3. По результатам чемпионата Суперлигии северяне вошли в десятку лучших команд страны. Не поделили дорогу во дворе. Во вторник на улице Тюменский тракт у восьмого дома столкнулись «Лада Гранта» и «Шкода». Водитель ВАЗа объезжал припаркованные автомобили по встречной полосе и влетел в иномарку. Машины получили серьезные повреждения. Только чудом из людей никто не пострадал. В Сургуте водитель въехал в толпу людей. Пострадали три человека. По предварительным данным, 51-летний мужчина, управлявший «Субару», ехал по улице «Энергетиков» со стороны «Майской» на перекрестке с «Университетской». Он не справился с управлением и вылетел на пешеходный переход к одному из корпусов Сургутского госуниверситета. Инцидент произошел накануне. Люди ждали зеленого сигнала светофора у «Зебры». Машина снесла забор и пешеходов остановилась в десятки метров от перехода на тропинке. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По итогам медицинского свидетельствования на месте прибор показал 1,3 промилле в парах выдыхаемого воздуха. Медики сообщают, что при такой концентрации спиртного в крови нарушается координация, зрение затуманено. Следствие по ЧП продолжается. Крупное ДТП в Сургуте. Среди пострадавших беременная женщина. Авария произошла на перекрестке улиц Профсоюзов и Чехова вечером 17 марта. По предварительным данным, иномарка Toyota RAV4 ехала со стороны Лермонтова к автовокзалу. На пересечении дорог, на перерез паркетнику, вопреки дорожному знаку, проезд только прямо, на парковку к торговому центру поворачивала Kia. Произошел удар, подкапотное пространство корейской легковушки после ДТП уменьшилось вдвое. Toyota отбросила на обочину. Пострадали молодой человек, сидевший на пассажирском сидении Kia, и беременная женщина-водитель этой же машины. Мужчину с переломом и ушибами и девушку на девятой неделе беременности доставили в травматологическую больницу. Ведется следствие. Ехала, получается, оттуда, какая улица, профсоюзная. Ехала прямо сюда. Ну, мигающий зеленый был. Эти ехали оттуда, получается, ну, оттуда. И поворачивали налево. Ну, здесь нельзя поворачивать. Они даже были пропустить, и там еще нельзя поворачивать. Пообещал, сделал. Глава Сургута Вадим Шувалов провел первую выездную инспекцию после совещания с руководителями управляющих компаний. Встречу тогда посвятили очистке сургутских дворов от льда и снега. Как завершилась проверка, и что нужно сделать, чтобы придомовые территории высотки на проспекте Комсомольском перестало регулярно топить. Подробности у Татьяны Расторгуевой. Глава Сургута Вадим Шувалов начал осмотр одного из проблемных сургутских дворов с беседы с дворником. Жители многоэтажки на проспекте Комсомольском, 27, писали жалобы на портал «Твой Сургут» в соцсети мэру и губернатору Югры. Причина недовольства – огромная лужа, которая образовалась на придомовой территории после оттепели. Расставил снег на площадке будущей стройки школы искусств. Из-за перепада высот вода стеклась в ближайший двор, а сейчас замерзла. «Не очищено было ни разу. То есть потаяло, оттуда всё стекается сюда. И, соответственно, выйти в воде некуда. То есть мы вынуждены...» «Территория чья очистила? Не ваша?» «Нет». «Это муниципальная, да?» «Да». Вызывает вопросы у жителей и внутриквартальная дорога. По словам людей, этой зимой её ещё не чистили. «По поводу этой дороги. Я в прошлом году сам звонил уже. И директор уже разбирался. И в департамент звонил городской. И все отнегиваются, это не наша дорога». «Нет, мы сейчас все дороги, которые, как они, бесхозяйственные сейчас называются, мы все их сейчас берём полностью на контроль, размежевываем, ставим на кадастр учёт, и они будут уже не бесхозяйственные, а будут муниципальными». Сейчас же очистка неверенной городу территории за бюджетные деньги будет означать, с юридической точки зрения, нецелевое расходование средств. Изменить ситуацию можно, поставив участок земли на баланс Сургута. «Мы будем иметь право использовать наши бюджетные средства на содержание этих бесхозяйственных участков дорог и будем их обслуживать. С этого года уже начнём». И всё же с этой спорной территории снег вывезут, чтобы не топить жителей многоэтажки. Соответствующая задача уже поставлена. Глобально этот вопрос можно решить только во время строительства школы искусств. Земельный участок необходимо будет сравнять по уровням с территориями существующей застройки. «Надо в комплексе подходить. Нужно микрорайон весь застроить, а не так. Три дома застроены, а рядом пустырь, который не застроен, на отметке выше. Сейчас ещё строительство этого пустыря надо привязаться к этому микрорайону. Чтобы не получилось так, они вот там его построят, а его надо срезать, опустить на отметку. Иначе мы здесь не сможем поднять. У нас уже действующие дома. И только тогда, если они это сделают, тогда мы уберём лужу». Вадим Шувалов накануне на встрече с управляющими компаниями сообщил, что берёт на личный контроль все обращения от жителей. Глава оставил за собой право в любой момент выехать на внеплановую проверку состояния дворов. Жители мэр попросил сигнализировать в случаях, если где-то не вывезен снег или убран некачественно. «Задача поставлена, чтобы в ближайшее время они приняли все меры для того, чтобы очистить свои придомовые территории. В ответ мы услышали, что все заверили, что они это будут делать. Не будут выполнять. У меня есть в моём запасе ещё и контрольное управление. Будем осуществлять эти контрольные функции и наказывать те управляющие компании, которые не соблюдают тот режим по очистке территорий своих придомовых». Татьяна Расторгуева, Дмитрий Круковец, Денис Зонов, Сургут Интерновости. Уникальное предприятие отмечает юбилей. Управлению по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа компании «Сургутнефтегаз» исполнилось 40 лет. С какими результатами к этой дате подошли сотрудники, расскажет Виктория Алексеева. Управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа – уникальное предприятие. Общая территория его деятельности составляет более 10 миллионов гектаров. А обслуживает его более 2,5 тысяч работников – служащих, рабочих, мастеров, инженеров, руководителей высшего звена, профессионалов высокого класса. У меня вся семья, и отец в «Сургутнефтегазе» начинал, и мама тоже работала в «Уфсинге». Значит, очень много рассказывали мне о нефтедобыче, о газодобыче. Ну вот понравилось, попробовал, пошел, отучился, завлекло. Работа, да, требует действительно больших знаний в плане уставок, параметров, алгоритмов управления. Для Эльмира Закирова «Уфсинг» первое место работы. Он приехал на север молодым специалистом после окончания Уфимского нефтяного института в 1993 году. Здесь прошел все ступеньки карьерного роста. На объектах доверенного предприятия руководитель бывает регулярно, прекрасно знает людей, их возможности и способности, степень образованности. Коллектив действительно адекватный, понимающий, и не зря специалистов нашего управления действительно ценят. Я рад тому, что коллектив состоит из молодых специалистов. Уфсинг эксплуатирует станции в Югре, Тюменской области и Якутии на Талаканском месторождении. С помощью Уфсинг «Уфсинг» Сургутнефтегаз стал первооткрывателем малой энергетики в стране. Первым на российском рынке разработал и внедрил полный производственный цикл добычи, переработки и сбыта газа. Сегодня мы с вами уже переходим в следующий этап. Мы из переработанного попутного газа используем сухой бензиненный газ, и этим самым и поставляем его как на дезотурбинные станции, так и на регионы пользователей газопотребления. Это населенные пункты. Уфсинг по всем направлениям на лидирующих позициях. С начала эксплуатации поставка газа здесь составляла свыше 300 миллиардов кубических метров, а выработка электроэнергии почти 64 миллиардов киловатт-часов. Уровень утилизации газа в целом по Сургутнефтегазу составляет 99,5%. Виктория Алексеева, Дмитрий Круковец, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Впереди еще блок коммерческой информации, прогноз погоды. Больше новостей на сайте indefisnews.ru. Увидимся на наших каналах. Добавим комфорта по вашему желанию. К высоким запросам проявим внимание. Жалюзи, плиссе, рольставни, карнизы. Выгодные скидки в качестве сюрприза. Наша компания вас не подведет. Навстречу вам всегда пойдет. Компания «Жалюзи». Более 20 лет мы создаем атмосферу тепла, уюта и безопасности в ваших домах. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. Внимание, внимание! Напоминание! Что малышу покушать, какие сказки послушать. Игрушки, кроватки, коляски, салазки. В сети «Карапуз» – все, что хочет Бутуз. Карапуз! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»